доброго времени суток зрителям защищаем гостям нашего канала с вами россия это канал роли game онлайн а также отдельный привет любителям imperial glory ребята вы просили я делаю значит мы начинаем с вами второй сезон прохождения по империал glory и она будет отличаться тем что я буду впервые в своей жизни на нее я поставил модификацию и впервые буду реально впервые играть модификация значит у нас модификация под названием atlantic wind это атлантический ветер данная модификация чем она вообще заключается она заключается в том что можно играть в другие страны нестандартные как в стандартной игре я посмотрел почитал в интернете то что самым хардкором считается игра за швецию то есть ее положение и и начальная позиция бои и особенности поэтому будем катать за швецию и соответственно будем пытаться наказывать всех и захватить завоевать мир второй раз первый раз тем кто не знает это было за пруссию за жестких пруссаков так начинаем новую компанию соответственно конечно же сложность ставим тяжело так выбираем теперь вот наша швеция у нас две территории рядом с нами дания еще можно играть за баталию за испанию за испанию вообще как увидев самая такая языка . и португалия ну я решил изначально год за швецию поэтому за швецию будем играть так начинаем новую игру идет загрузка почему-то здесь показаны французы не люблю этих лягушатников знаете ли я думаю этот сезон будет интересным его очень понравится обязательно поставьте лайки если вы ждали обязательно пишите свои комментарии вы знаете что я люблю я по крайней мере в первую очередь я стараюсь для вас старый свет который раз объят войной нам нужен по-настоящему великий полководец который поведет наш народ к славе и не позволит нашей империи хануть историю мы ждем ваших приказаний ну в общем заставочка такая же точнее вступительно как и в оригинальной части еще в этом плане не поменялось давайте чтобы вам было немножко может разнообразить в отношении с первым сезоном я постараюсь периодически вам читать хоть конечно дик сомнения на самом высоком уровне но читать все таки думаю хоть немножко как-то забьем эфирное время и так как новый правитель швеции вы должны знать что в нашем распоряжении уже есть достижение мирной аннексии кроме того мы заключили оборонительный союз зданий теперь ученые и мыслители нашей империи ждут ваших указаний пожалуйста укажите направление дальнейшего развития вашей науки я думаю не будем менять тактику как и было в прошлой игре сразу начнем с военных потому что мы должны быть военно обеспеченными и с легкостью защищать свои границы и углубляться вглубь так сказать тогда тактология углубляться дальше в территории врагов конечно я бы хотел начать свое вторжение с польши но я почему-то я не вижу она наверное уже под гнетом какой-нибудь другой страны я в принципе не удивлен потому что поляки ни на что не способны и скорее всего в этой модификации они уже сразу кому-то принадлежат но ничего мы обязательно их освободим если это возможно чтобы они стали свободными и потом захватим их самолично для того чтобы они как бы понимали где их не место находится так ну что мы в принципе ничего строить не можем что здесь у нас по капитан врангель швеция но есть немножко легкой пехоты и на этом в принципе все дания наш союзник почему-то я честно ей никому из них не верю не вот россии матушки который справа от нас огромными этими развернулась территории никому не верю и вам советую быть также когда вы играете особенно такие стратегии как imperial glory где есть большая карта его смогут в любой момент нагреть и это будет очень неприятно так значит у нас в принципе есть четыре ресурса это золото дерево сырье скажем так рост населения и продовольствия пища соответственно для производства каких-то для возвышения каких-то зданий нам потребуются деньги и там сырье энное количество людей для наем для наема войск нам потребуется соответственно население и да там и золото и так далее ну в общем я думаю если мое видео по империи говорит кто-то смотрит в основном посмотрите люди которые с этой игрой знакомый и который мне раньше играли но все равно мало любых кто не знал так значит у нас все исследуется но мы пока ничего не можем строить поэтому дальше пропускаем ход я не знаю как то я не помню как я начинал за пруссию но что-то у нас очень мало ресурсов и денег и еды особенно очень мало как-то это все короче не знаю необычное так казармы конечно же казармы казармы еще раз казармы так что у нас в зданиях мы можем построить военную академию что мы в принципе сразу сделаем я сразу хочу быть готов к любым возможным развитием событий руси ходят под нами там россия вон что-то стягивает свои войска кстати если россия здесь не выступает в роли империи то чисто теоретически мы можем ее сразу захватить так объект военная академия построен регионе швеция хорошо давайте сразу же офицера и сразу три отряда как заниженные все эти цены я не знаю ли это так было ли это особенность этого мода что-то я не могу собрать так сказать лосей не могу собраться ребятки ничего мы обязательно всех завоюем кстати только что проходил ход и польша там даже где-то ходила значит больше еще не завоевана никем обязательно нужно исполнять исправлять эту оплошность обязательно еще больше мы к тебе дойдем и только жди давай брей кое-что и ноги мы уже в дороге я просто думаю что есть подписчики нашего канала которые еще далеко не совершеннолетние и я постараюсь не использовать нецезурное выражение потому что все-таки некрасиво ребят это не красиво так раздание казарма сразу сразу давайте мне хорошую пехоту я не хочу чтобы шведские войска были с этими парнями с дубинками которая стыдно ребята стыдно я хочу сразу хорошую армию которая боеспособная с оружиями с такими большими мускулами так значит ваше величество мы должны решить кто будет вашим законным наследником сын или дочь когда они достигнут совершеннолетия вы сможете организовать династический брак с представителем монархической семьи другого государства что принесет немалые выгоды вашей империи инга и виктория подождите инга это имеется ввиду кто мужик или у меня две дочки а че тогда выбираю виктория мне наверно больше нравится чем инга и дочку наверно проще выдать замуж чем женить этого пацана так вы решили что принцесса виктория красиво красивого процесса виктория не пить пинц инга для бед какой-то так отряды 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 пехота блин дорого стоит ребят мы можем конечно себе позволить такую одну пехоту на давайте что ли что ли что ли что ли что ли вот этих пацанов чтобы они издалека стреляли давайте вот так сделаем я плохое предчувствование по поводу россии что-то на хотя у нас с ними очень хорошие отношения 60 какая-то там ломбардия пеймонт не хотите с нами дружить но мне как бы все равно не вообще на всех все равно я просто не хочу чтобы не сейчас ударили в спину когда к этому готов поэтому придется обязательно наращивать военный потенциал кстати ребятки если кто-то ищет дополнительную информацию по империал глори обязательно заходите в паблик вконтакте фанатов по империал глори пабличек небольшой по меркам конечно паблика вконтакте которые там куча знаете типа там картинок брат за брата так за основу взято но меня радует то что в этом паблике в принципе люди задают вопросы как-то там между собой общаются которые по связаны по империал горе то есть скажем кратко и по делу ссылочку на паблик я обязательно оставлю в описании заходите вступайте в сообщество если вы еще там не состоите и давайте держаться вместе и подсказывать друг другу как решать определенные вопросы по нашей любимой скажем так игре империал горе обязательно кто не подписался на канал обязательно это сделать и не заставляйте меня нервничать ребят ну поддержите как-то лайками почему какой-то блин тупые видео на ютубе собирают кучу просмотров кучу лайков видео по отличные отличные хоть и старые но отличной игре империал горе собирают настолько мало просмотров я понимаю что вы меня не любите но хотя бы империал горе это любить так мы немножко в общем под собрали себе отряд но как под собрали это конечно все херня скажем так это все херня давайте такую пехоту закинем нашему капитану врангелю а это у нас капитан вахт мейстер в общем сейчас еще один отрядик построим закинем в принципе у нас уже будет два полноценные более-менее дееспособных отряда и уже сможем если что хотя бы на первых порах отбить какую-нибудь там вылазку или агрессию врагов так кавалерия исследована дальше у нас лет идейный цех давайте я когда га остановиться немножко пойдем в скажем так немножко пойдем в мирную ветку значит тебя хочу передвинуть сюда отдать тебя одних ополченцев весьма этих вот так вот у нас такие получаются два одинаковых братских скажем так отряда завершаем ход продолжаем дальше пока все спокойно вокруг нас но это не означает что мы можем расслабить свои булочки должны всегда быть на чеку так хранение продовольствия исследована хорошо давайте дальше значит местные госпитали не сопилочку давайте сразу в ресурсы пойдем так денег у нас пока очень мало поэтому наверное вы знаете наверно у нас сейчас будет попробовать сделать посмотреть по ветке технологии как-то торговлю короче надо налаживать нам обязательно срок действия договора бы в рынке нам союзе здание истек что тогда не понятно какая она мерзкая и противно это ожидания я вижу я вижу 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 хорошо так что я хотел посмотреть консульство изучив искусство мирной иннексии вы можете строить консульство это также позволяет вам активировать дипломатическую функцию заключения торговых договоров вот вот это нам обязательно нужно после нашего дерево обработки мы обязательно используем консульство начнем развивать и для того чтобы торговать потому что деньги это очень нужная неотъемлемая часть для создания нашей армии любом случае деньги нам нужны поэтому будем сейчас как закончим циркулярную пилку из исследовать научимся использовать пилку для обработать дерево начнем обязательно развивать дипломатию и начинать конечно нужно строить мирные торговые пути обязательно давайте торговая гавань вот это отлично это просто все отлично а подожди просто же это следовало волки к чебурек так развить инфраструктуру и наших гавани необходимо если мы хотим продолжать торговые пути по морю без моря никак давайте пока без моря обойдемся используйте мне медицину кстати я вот в прошлой в прошлом сезоне прохождения империал горе не обращал внимание на миссии поэтому давайте в этот раз попытаемся обязательно этим заняться будем какие-то миссии выполнять и так далее каким издание можем построить ты смотрите подовольственные склады лесопильный завод конюшня все это будем строить я конечно такую стройку века назначил но денег мне конечно не хватит это конечно с ним другая история главное что мы выстроили в план сейчас обязательно нужно будет на этом ходу чекнуть что там у россии в армии что там она передвигается двигается к нам понятно крестьяне с палками стандартный набор короче такой же набор какие у да не слева от нас пока они умом и сообразительность не отличаются давайте может вступим в коалицию с россией нет 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 ни в коалицию мирный договор нет собранительный союз россии давайте вступим тысячу им заплатить ребят вы вы не правы хорошо а здание 1200 заплатить да вы что нет пацаны это вы наплатить еще будете они я вам так дело не пойдет не огорчайте меня самого начала игры заставляйте мне быть жестким господин у нас не хватает ресурсов ну понятно что не хватает где что-то блин их возьмем если мы сразу в армию бахнули все ой россия ой что ты делаешь не надо господин у нас не хватает ресурсов да не хватит так это что начальная школа увеличить скорость исследования нет давайте пушки миссия революция в медицине теперь доступна подробности вы можете увидеть опадок давайте посмотрим что на современные научные достижения позволяют нам повысить уровень медицинского обслуживания ваше величество продолжительность жизни увеличится наше наследство наше наследие будет расти вознаграждение на всех территориях вашей империи будут бесплатно построены местные госпитали я думаю что это достижение легко сможет выполнить россия потому что у них там получше это все будет так ладно построим конюшню просто мне хватает на лесопилку стройка на конюшню не нравится мне это дания треть третью эту сюда перекинули ребята . очень плохо очень плохо что тут у них они надо они нас просто крестьянами задавить случае конфликта срочно срочно отряды строим так здание отменяем какая конюшня нафиг отменяем все нам нужно нам нужны отряды причем какие-нибудь побыстрее скажем так давайте хотя бы вот так ребяткины если сейчас здание нападет фуху знаете у меня рубец на трусах остался только что если вы понимаете о чем я я уже думал они к нам идут вы наверно скажете россии да ты пора но это никто тебе не будет трогать знаете как я говорил раньше я скажу это еще раз лучше перед перебдеть чем не добреть потому что ребятки все они очень подло сейчас любой момент или россия может ударить или и дания нам нужны люди нам нужны войска нам нужны войска которые смогут отбить отбить агрессию так нам не хватает чего нам всего не хватает и не хватает нифига не можем построить у нас ни на что не хватает блин это какой-то кошмар ладно ждем я хочу чтобы у меня хотя бы было три отряда хотя бы три то есть максимальное количество людей на моей хотя бы территории на столице я согласен с тем что мы можем потерять нашу вторую территорию которая находится со стороны россии но мы не можем сдать столицу вы понимаете не можем кстати вы кто а финны финны то ладно водка балайка о дания 0 это означает только одно да не объявила нам войну я знал я знал отношения дания ну что ну ребята не знаю может давать им сразу мирный договор вот вам 10 копеек вы знаете я пытался я пытался вступить с ними в мир ну что это сейчас получается будет короче замес это будет замес я не знаю что ли закинуть все войска в гарнизон все войска в гарнизон не улазят ладно сволочи ждем нападение на на это стоило ожидать я почему не учитываются мои пацаны которых я валену я не знаю давайте конечно участвовать лично очень обидно что пацаны ты мои не участвует а мне там еще один отряд крестьян с дубинками есть они бы могли бы судьбоносную как бы эту принять роль 540 против 360 ребят ну это будет тяжелая к . сегодня битва решит будущее швеции солдаты все зависит от вас это понятно а смотри эти голубые мундиры красавцы вот что что оформу швеции мне еще прошлом сезоне на вас мы должны держать эту деревню если нам это удастся книгу славной истории нашей империи будут вписаны еще одна глава блин а ты не честно конечно ладно сейчас тут уже поздно пить боржоми говорится так где наши такие самые вот стрелку стрелковые стрелки в общем их мы сюда сразу всем своим войскам я включаю агрессивную тактику так позиционы давайте поча боли что это сделаем вот такую которая самая зрячая и него за боковое здание и которая не сильно зрячая кинем вас самодальное здание и начинаем соответственно маневры производить по карте что тут у нас одно тупое грубое ополчение которое блин мясо они нас тупо сейчас зеркрашем возьмут если вы понимаете что это за выражение это когда просто не берут ни качеством не кайки а тупо тупой силы просто бросается на мясо в ближний бой и все то есть количество мы тупой силы берут тактика имеет право жить ребят поэтому ничего здесь такого не скажешь но я не любитель мы захватили стратегически важный район конечно это нам ничего не дает конечно же но мелочи приятно мелочи приятно так я не знаю чисто 9 чисто теоретически блин у нас есть возможность выиграть но если мы сейчас всех наших солдат посадили здание эти блин эти варвары здание варвары по-другому назовешь сразу объявили мне войну эти варвары просто своих этих парней с дубинками которая просто бросит их здание и выбьет нас оттуда блин этим скажите мне просто дубинками пока вот это все я не знаю как что нам делать не знаю давайте по выстраиваем пока так войска единственная сейчас наша возможная тактика будет это кинуть наших пацанов с дубинками наперекор чтобы завязалась драка самим просто пытаться сдалека использовала нестрельное оружие отстреливание козлов это единственное что мы можем попытаться сделать я не знаю я не знаю если честно как нас в себе вообще ввести это кто легкая пехота ополчение ополчения у них получатся два стрелковых подразделения все остальное это ребята с дубинками соседнего села к именно великая армия дании знаете такие мы просто хлопцы с дубинками как то можно я не помню мне в прошлом прошлое мне кто-то рассказывал как можно увеличивать скорость может это в моде не работает я нажимаю control плюс и ничего не происходит ребят да и alt плюс ничего не происходит в общем в общем лол кек чебурек ничего извиняюсь за скрип клавиатура что-то заскрипела что делать что что делать давайте банды я вас тут и похороню на шведской земле я вас тут и похоронил так хорошо давайте они там какие-то маневры делали давайте мы тоже наших пацанов переставим таком легком марш и не суетясь у нас плюс 11 метров обзора мы должны тащить ребята мы должны тащить стоям очка господа вы выходите а вы заходите вот так вот хотя опять же это неправильное решение потому что у этих пацанов никто брони будет намного побольше чем у тех которые ну не знаю в общем давайте выстраиваем наших ребят готовимся готовимся вон они по левому флангу нас собираются обходить я думаю этих ребятки мы убирать не будем для того чтобы они приняли удар на себя с правого фланга с левого фланга мы сейчас поставим наших крестьян если они думают что они по легкому меня возьмут они ошибаются я заберу столько ублюдков сколько это возможно и если не даже суждено будет проиграть я выпущу это видео потому что она она достойна того чтобы его выпустили потому что пацаны из-за швеции за родину будут свои умирать поэтому как же по-другому ребятки так все пошла массовая атака со всех сторон значит навязываем первый свой бой здесь тоже так там пошла рубилова что это ожидалось ребят поэтому все наш отряд крестьян уже практически упал помогаем 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 ребятки помогаем не стоим в стороне все первое здание пошло брать штурмом наши ребята пытаются перестроиться чтобы сделать залп помогаем пацанам здание давай 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 вали их вали козлов 27 против 22 все еще на одно здание штурмом пошли осталось два стрелковых отряда но видите это мясо блин она опять у нас пытаются взять этим мясом все наши два все наши укрепления вступили в бой что принципе и стоило ожидать плюс их войска отстреливать нас далека где-то дела я вижу очень плохи каком-то из домов а то вот в этом 6 против 12 10 против 6 в принципе еще можем отбиться давайте ребята я у вас во всех верю зашли не за меня за родину вы боретесь хорошо так огонь и огонь огонь давайте мы пока все отбились как дела здесь у наших ребят всем человек осталось они тоже тупо бегут на штурм и побегут на штурм до 551 21 это это поражение очень жалко что я не смог очень жалко что я не смог воспользоваться своим отрядом пацанов с палками которые был читайте возможно бы этот отряд помогу мне не позанимали все эти здания все это поражение это поражение и сейчас туда врываются толпа крестьян нас обстреливают соседних зданий наша армия же ничего не контролируется к сожалению 28 против троих но с двух зданий нас обстреливают здесь 23 здесь 56 это это поражение это поражение я знаю что наши силы тают на глазах но ребята что я могу с этим поделать действительно хардкорное начало давайте ближний бой все занял ключевую позицию швеция поражение это конец это одновременно начало и одновременно конец в любом случае всем спасибо за просмотр ребята мы обязательно с вами вернемся в imperial glory чуть попозже и заново начнем и будем начинать до тех пор пока мы не сможем преодолеть этих козлов изданий поражение швеция очень жалко что я не смог победить польшу в этом видео не смог сделать какие-то активные действия но будем учиться на ошибках я старался очень жаль что я не смог воспользоваться своим отрядом парни с дубинками они мы реально переломили выход боя и того наши потери 360 человек у них 460 то есть 60 человек у них осталось до нашего до нашей победы ладно всем спасибо за просмотр с вами был россия это был канал роли game онлайн оставайтесь с нами и ждите следующей серии по второму сезону imperial glory мы обязательно всем отомстим всем пока